Сейчас широко известные и популярны места, связанные с апостольской проповедью и мученической кончиной апостола Симона Канонита. Здесь, на территории национального новоафонского историко-культурного заповедника Анакопия, в ущелье реки Псырцха, находится одна из святынь православного мира. Келья-грот святого апостола Симона Канонита. Историческая тропа, вымощенная камнем, тянется вдоль берега реки. Минуя на скальный след святого апостола, который он по преданию оставил в доказательство того, что он является учеником Иисуса Христа, тропа поднимается вверх к скале с природной пещеры. В течение двух лет Симон Канонит жил здесь, в небольшом труднодоступном гроте. Сегодня сюда устремляются многочисленные паломники, чтобы помолиться апостолу и прикоснуться к этому святому месту. В 55-м году от Рождества Христова молва о проповеди святого апостола дошла до римского префекта в Севастополисе, нынешний Сухун. По его приказу, римские легионеры разыскали апостола Симона и предали его смерти на берегу реки недалеко от грота. Здесь, на дне реки, у лобного места мученика за Христа, во множестве видны камни с красными пятнами. Паломники считают эти камни священными. Вот смотрите, вот такие вот капельки будут на всех камнях. Вот их будут, вот видите, и вот это, вот видите, их будут ломать на маленькие кусочки, они будут везде, вот такие капельки крови, видишь? Камни русла реки имеют характерные следы кровавых капель. Это отметины мученической смерти апостола. Каменные ступени, свисающие над пропастью, в конце XIX века построили монахиного афонского монастыря. Для удобства посещения пещеры они прорубили удобный вход и выложили каменную лестницу. По сей день это место почитаемо среди верующих. Тысячи паломников ежегодно приезжают поклониться святому апостолу Симону Канониту и спросить счастья в супружестве, любви и благополучии. Пахнет, святые апостолы Симону Канон Святые апостолы Симону Канон Спасибо за просмотр! Продолжение следует...